Приветствую вас. Нет, ну, конечно, все одно отсюда с того, чтобы вообще определить, а ты с молодым человеком зачем? То есть если он вас раздражает, а вы с ним зачем, если он вас раздражает. То есть несколько странно, на мой взгляд, находиться с человеком, который тебя раздражает. А вот, то есть вообще не очень понятно, ты для него чего хочешь, ты в какой цели вообще с ним преодолеваешь себя, преодолеваешь то раздражение, которое ты ощущаешь, что ради чего, ради чего это всё. Вот, это первое. Второе, конечно, несколько более сложное, вот, потому что раздражение свидетельствует о том, что что-то вас не устраивает, что-то вам не нравится, что-то вам, что-то вызывает агрессию, скажем так. Да, и вот этот момент очень важный на самом деле. Так что его нужно переследовать, а переследовать его можно только если с вами пообщаться и, собственно говоря, напрямую всё выяснить. Вот. Поэтому я считаю, что здесь нужно научить проанализировать ваши чувства. К примеру, может быть, такая история, что вы испугались отношения серьезных, то есть вот, в какой-то момент почувствовали, что отношения становятся серьезными и начали этого бояться. Вот. Ну, может быть, что-то, конечно, и какая-то ещё другая, но... Ну, может, кто-то говорил, что это англаж度, а election. Ну, мы же говорим, что hoy в Gracöl 66-е годы, кто-то и так было ли, кто-то. Вот, может быть, так вы реагируете на нарушения молодым человеком ваших, к примеру, границ личных, что тоже не всегда, не всем, к сожалению, приятно, а бывает это и так, что люди даже не отдают себе отчета в том, что личные границы хоть как-то нарушаются. Вот поэтому тут все очень только и индивидуально. Как вам? Конечно, нужно смотреть, что именно вызывает предложение, потому что, так как мы говорим сейчас с вами, это, кажется, просто вообще в области предположения. Все, и это может быть как абсолютная правда, то, что я сейчас говорю, а может абсолютная неправда, то, что я сейчас говорю. И, знаете, ну как-то не очень улыбается, может предполагать предполагать, потом, соответственно, оказывается, что все это неверно. Вы себя сами спросите, вот, как вообще так получилось, да, как вообще так получилось, что вы задаете вопрос про отношения свои с молодым человеком, но при этом, при том, что вы задаете вопрос, такой вопрос, вы практически не даете информацию о характере, о природе ваших отношений и так далее. То есть, вот, мне кажется, что это, ну, как минимум странно, вот, а как максимум судья говорит о том, что вы, ну, не сказать, что вы готовы что-то решать и что-то менять. Может быть, я не прав, здесь опять же, но выглядит, выглядит все именно, именно так. Вот подумайте, что вы хотите, вот, общая такая ситуация. Ну да, вы чего-то, да, выражены, ну да, понятно, что вы, понятно, понятно, что ничего хорошего в этом нет. И, может быть, никто не идет, чтобы вам это было хорошо. Вот, но, тем не менее, ходите, ходите, по-ручему. В этом все, я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Неудивительно, если не нравится мой ответ. Неудивительно. Вот так. Продолжение следует...